Привет, ребятки! Меня зовут Карен Карапетян, я архитектор и интерьерный дизайнер. Представьте, что вы воспитательница в ясельной группе. Вот ровно так себя чувствуют люди, которые зашли в ремонт. Так вот, в этом видео я расскажу, как вам выбрать строителей, так, чтобы впоследствии вам не вынесли мозг и вы не потеряли лишние деньги и время. Логичный вопрос может возникнуть у вас в головах. Карен, ты же дизайнер, как ты можешь рассуждать о выборе строителей? Раскрою вам секрет, я на всех объектах отвечаю полностью за весь результат, так, чтобы картинка совпала с реальностью. Много всяких историй со мной приключалось, поэтому имею полное моральное право высказаться здесь. Что бригады, что компании, это всегда лотерея на этом рынке. Почему такая сложилась ситуация? Ну, во-первых, потому что очень низкий порог входа, то есть тебе не нужно обладать никаким капиталом, чтобы начать заниматься этим делом. То есть просто умеешь пить, пошел, говоришь, я умею строить. И все, ты уже начал получать какие-то деньги от клиентов. Однажды собеседовал чувака на вопрос, чем бы ты хотел заниматься. Он говорит, все, что угодно, лишь бы не копать могилу. А что такое? Так вот, руки мерзнут, хочу в тепло. Сейчас есть много разных сервисов по поиску специалистов, всякие там доски и объявления. Но я, честно говоря, не знаю ни одного нормального строителя, который бы на них был. В сфере ремонта как? Если ты адекватный, даже если где-то по каким-то мелочам ты косячишь, но готов исправляться и как-то расти, то ты никогда не выйдешь из этого ближайшего круга. Тебя будет пушить дальше, потому что реально адекватных очень мало на рынке. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Мы в своей работе не используем никаких сервисов, а всегда спрашиваем знакомых, друзей, кто может нам помочь решить ту или иную задачу. Потому что, когда ты прошел какой-нибудь боевой путь на стройке с каким-то там человеком, с плиточником, не знаю, с отделочником, который тебе сделал объем, то есть большой шанс, что он этот подвиг повторит у тебя на объекте. Но надо понимать, что представления о красоте и качестве вообще бывают разные у людей. Это шедевр! Понятно, что не у всех есть друзья, которые недавно закончили ремонт или там ремонт такой, что там и советовать-то некого. Поэтому единственным решением остается сервис по поиску специалистов. Давайте проведем наглядный эксперимент. Я попробую найти человека с помощью объявления. Покажу, как правильно сформулировать вопросы, чтобы найти нужного вам человека, который справится с задачей. Кого мы будем с вами искать? Искать будем плиточника. Вроде бы кажется, обычная задача, что такое уложить плитку на пол. Но встречается масса просто бракоделов. Вот, например, отличное показательное видео от моей подписчицы Дарьи. Еще одна плитка отвалилась. Да я таких много сейчас могу снять. Ой, как она. А на ночь? А что сбилась? Ну, плитка не разднула. Ну, плитка не разднула, что это? Что это? Просто в поисковой строке вбиваем плиточник и ищем нужного нам человека. Какие виды работ нам требуются? Укладка плитки – это базовая работа. Затирка швов. Это тоже, естественно, необходимо делать резко плитки. Сверление отверстий. Полировка, демонтаж и реставрация плитки не требуется. Еще нам нужна гидроизоляция по полу. Это круто, что сервис предлагает разные виды работ. Чтобы, конечно, специалист понимал, что необходимо ему сделать. Но здесь все-таки информации недостаточно. Итак, на какой поверхности выполнить работу? Пол и кухонный фартук. Материалы основания. Блоки. Какой материал плитки? Тоже важный вопрос, потому что, допустим, керамика мягче, чем керамогранит. И специалист, соответственно, должен понимать, с каким материалом он будет работать. Так, площадь у меня 15,7. Объем работ по резке – это вопрос сложный для большинства людей, потому что на старте никто не понимает, как будет уложена плитка. Соответственно, если вы этого не знаете, то можно написать какую-нибудь условную цифру. Ну, в моем случае я напишу, что примерно где-то половина объема будет плитка с подрезкой. Где-нибудь там 7 квадратных метров, например. И размер плитки 60 на 60 сантиметров. Количество отверстий тоже понимаю. У меня 6 отверстий для будущих розеток и одного выключателя. Сколько готовы заплатить за работу? Ничего не буду указывать. Пусть сами предлагают. Остались пожелания к заказу? Конечно, остались. Необходимо уложить керамогранит вот такого объема на пол и на фартук. И, конечно, я сразу расписал детали. Керамогранит Etalon Millennium Black 60 на 60. Важно знать специалисту, какой будет керамогранит, потому что от этого знания он, ну, если он нормальный специалист, он понимает, насколько он геморройный в работе. Далее. Укладка системой выравнивания плитки 1 мм. Такое специальное устройство, которое позволяет не только сделать ровный шов, но и сделать плитку вровень. Одну относительно другой. Важный нюанс. Мы в своих работах не используем нигде плинтусы, и поэтому для плиточника очень важно понимать, что плинтусов в квартире не будет. И поэтому я пишу, что по стенам не будет плинтусов и укладка плитки максимально близко к стене. Возможно, с подрезкой стены, чтобы завести плитку под нее. Далее. Мне нужно 6 отверстий в керамограните для подрозетников. Этот вопрос был до этого. Это супер, но я его здесь дублирую. Далее. Мне важно, чтобы специалист обработал основание гидроизоляции. Поэтому я здесь это тоже так же пишу. И очень такой тонкий момент. Швы мне нужно затереть эпоксидной затиркой. Не каждый плиточник вообще возьмется за эту работу. Специально здесь это пишу, чтобы акцентировать на этом внимание. Почему не каждый возьмется? Потому что эпоксидная затирка имеет свойство окаменеть со временем. Если ее неправильно шов затереть, то можно испортить плитку. Особенность она матовая. Я подготовил дополнительные материалы, чтобы плиточнику было понятнее, с каким объектом он будет работать. Это не криво сфотканное. Кухня. Видите, все ровненько. Горизонт не завален. Рисовал план, где указал ширину, длину этого помещения. И указал площадь, чтобы сразу у человека было понимание, где он должен выложить эту плитку. Ну и еще так красиво выделил цветом. Люблю такую графику. Нарисовал разверку, на которой указал фартук и 6 отверстий, в которых будут установлены потом подрозетники. Все заливает дополнительные материалы и публикуем объявление. Теперь ждем отклики. Вот вы выбрали кандидата. Что нужно сделать? Нужно максимально детально все проговорить. Ну, например, вот что будет, если он побьет там часть плитки? Как он будет укладывать эту плитку? Каким шпателем он будет пользоваться? И какой толщины лепеха должна быть под плиткой? И должна ли она там вообще быть? Прошло два дня. Мне откликнуло всего два человека. 20 просмотров. Но это, конечно, очень мало для того, чтобы кого-то реально хорошего выбрать. Второй более-менее неплохо пишет и даже сбросил фотографии своих работ. Да, у него есть негативные отзывы в профиле. Но в целом попробую ему позвонить. Нужно положить керамогранит 13,5 метров на пол и 2,5 на фартук. Сможете такое сделать? Конечно. Смотрите. Плитка на пол 60 на 60, да? Да, эталон Millennium Black 60 на 60. Вообще работали с эталоном? Конечно. По поводу системы выравнивания плитки. Вы работали с этим? Это когда не крестики, а когда плитка, чтобы... Сожжим. Да, да, да. Ну, конечно, я знаю, что такое. Сожжим, я сам сожжимом работаю. А инструмент у вас свой или вообще есть он? Сожжим. А мне нужно что-то будет покупать вот для этого? Или высовые инструменты? Нет, у вас расходный материал. Хорошо, а вы плитку болгарками пилить или как-то нормально? Да, без болгарки. Я опыт с болгаркой. А криво же получается? А? Криво же получается. Я 45 градусов с болгаркой отрежу. Вообще не нужно бояться задавать вопросы с подробками. Например, бухаешь, а на сколько дней уходишь запой? А как тебя потом из него вывести? Следите, как люди отвечают на вопросы. Если они начинают злиться, значит, это точно не тот кандидат, с которым стоит работать. 10 минут работали, 2 часа перекур. У нас нету такой. Наоборот, у нас 2 часа работаем, 10 минут перекур. То есть вы курите? Нет, примерно говорю, да? Не сигаретах, в общем говоря, отдыхать надо. Я понял, понял. Ладно, хорошо. Скажите еще, мне швы надо затереть эпоксидной затиркой. Сталкивались с ними? Эпоксидной? Да. Хорошо. А вот вообще насколько... Мне тут говорят, что можно пол испортить. Вы портите полы? В чем портит? Ну, то, что она высыхает. Если ее вовремя не вытереть, то... Ну, конечно, вовремя. Я знаю, что такое эпоксидная. Они, если высыхают, очень сложно. Это надо... Вовремя надо чистить раствора. Я это... А у меня вопрос еще. А если вот все-таки испортите пол с затиркой, то что же тогда будем делать? Нет, 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 нет. Не переживайте. Мы же знаем. Я хочу работу сделать качественно и деньги получить. Два отзыва у меня плохие есть вот сейчас на сайте. Можете смотреть. Мне нечего скрывать. Признак нормального чувака, если он начинает задавать дополнительные, уточняющие вопросы. Таким образом, ты точно понимаешь, что ему интересна эта задача, и он вообще, в принципе, готов там вникать. Плитка у вас куплена уже, да? Да, да, конечно. Можете фотку отправить плитку? У вас стена под обой будет или под краска? А фарту какой размер? Кабачки или большие плитка? Такая же, один в один. Еще один очень хороший признак – это сомнение человека в том, что он справится с этой задачей. Потому что любой здравомыслящий чувак, который хочет реально победить задачу, он всегда будет сомневаться в том, справится ли он в эти сроки, которые вы ему обозначаете, и с той задачей по уровню сложности, которая стоит у вас на объекте. Любой мошенник скажет, что «Ой, тут все сделать прям за 3 секунды можно, и это будет стоить 3 копейки». Вот такие люди, в первую очередь, потом и исчезают из вашей жизни. Какой срок, за какой срок можно сделать эту работу? Там 15 квадратов? Я вам говорю же, Карен, когда вот на место работы посмотрю, да, какие там угли, какие там сложности, какое все это, да, когда договоримся, я уже просто примерно, я не могу же, вот на этот день я уже все заканчиваю, да? По стоимости вы меня сейчас тоже не сможете называть? Нет, по стоимости, смотрите, да, сейчас плитка 60 на 60, а 1000 рублей до 2500, да, это разные места. Я не знаю же у вас какие там сложности. Да, нет никаких сложностей, пол просто, и фартук, и все. Ну, я вас понимаю, но надо же все равно смотреть. У меня впечатления о нем остались хорошие, уверенно говорит, знает вообще предмет, поэтому я бы его в любом случае пригласил на встречу, и уже обсудил детали. Да, он не очень хорошо говорит по-русски, но он понимает вопросы и корректно на них отвечает. То есть, с ним можно реально построить коммуникацию, и есть шанс, что с ним реально можно сварить кашу. Ребятки, чтобы сделать этот выпуск максимально полезным, пригласил моего компаньона и друга Пашу. Он в Александр Тишлере занимается подбором людей, отделочников, занимается стройкой, в общем, контролирует всю эту историю с отделочными работами. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что человек тебе не подходит для работы? Можно слушать, знаешь, несколько вопросов человеку задать, уже, в принципе, понятно вообще, что он из себя представляет, человек этот. Ну, слушай, например, какие, давай возьмем какого-нибудь. Слушай, из тупых ответов, да, вот просто там, умею все, могу все. Первый признак. Алкаш. Второй признак. Алкаш, второй. А как ты понимаешь, что он алкаш, кстати? Запах перегара. Слушай, ну, на профиру же там всякие оценки есть, всякая история там. Слушай, там же отзывы, как люди ставят, на основании своего опыта конкретного и на краткосрочных работах. Представляешь, человек пришел там, допустим, да, ну, приколотил плинтус, да, поставил ему пятерку там бабушке какой-то, бабушка там в восторге, да, что ей 10 лет никто ничего не делал, она в восторге от человека, что он ей сделал. А к нам он придет, мы, в принципе, ни к чему его не допустим, только подметать и все, по идее. У всех видение свое. Потому что у нас плинтусов на объектах нет, да? Тем более, да. Поэтому у нас плинтусов-то и нет. Что насчет договора? Конечно, его стоит заключать, но только лишь для того, чтобы обозначить сумму или расценки и описать процесс, как будет происходить ремонт. Но вот представьте ситуацию, у вас скинула какая-нибудь строительная компания, и вы хотите получить с них деньги. Фактически, имуществом ни директора, ни учредителей ответственности не несут, потому что это ООО зачастую, где основной капитал всего лишь 10 тысяч рублей. Вот вы пошли в суд, суд вы выиграли, у вас на руках есть исполнительный лист, с которым вы идете к приставам. Приставы говорят, что имущественников у компании нет, вы забрать ничего невозможно, и, соответственно, вы вот с этим выигрышным исполнительным листом ходите и фактически поднять свои деньги не можете. Сказали, что извините, но денежки, которые вы нам перенесли, как вы в своем плотном кулачке, мы прогуляли, и доделывать ремонт, как бы, вам не собираемся, просто потому что нам не на что. Дальше следовали заявления в полицию, прокуратуру, суды, которые до сих пор у нас идут. Как бы, везде я, понятно, все выиграл, как бы, по документам они мне должны там совершенно сумасшедшую сумму денег со всеми, понимаешь, неустойками. Единственный, наверное, вариант в этой ситуации искать какие-то более-менее публичные компании, если там в сети вообще нет никаких упоминаний, то это как минимум нужно задуматься вообще, стоит с ними работать или нет. То же самое и с физлицами, с обычными рабочими. Вот вы заключили договор с каким-нибудь рабочим, дали ему денег, и он исчез, допустим. Вы подали на него в суд, выиграли, но фактически это ничего не значит. У этого человека может не быть никакого имущества, ни квартиры, ни машины. Он выкидывает все свои карты и с этим, хоть там, не знаю, миллиардным долгом может ходить, и ему ничего не будет, потому что приставы с него ничего не поднимут. По прошествии трех лет этот долг обнуляется, и он дальше продолжает мошенничать. Что тогда делать? Нужно договариваться понятийно. По-другому вся эта история не работает, к сожалению, в России. Пчелкин, мы здесь все неглупые пацаны, не тяни одеяло на себя, ладно? Ну ладно, по-любому ты брат мне. Что такое понятие договора? Это когда вы на словах договоритесь с человеком о том результате, который устроит обе стороны. Например, плиточнику можно показать фото и видео разных объектов, которые вам нравятся, и то, как там сделана работа. Либо можно напроситься к нему на объект, где он сейчас сделает какую-то работу, пусть он договорится с хозяином, чтобы вас пустили. Если там не получилось, можно попросить сделать его небольшой объем сразу у вас на объекте. Например, у вас там 50 квадратных метров керамогранита. Попросите его сделать 5, и посмотрите, какой получите результат. Если вас все устраивает, продолжайте дальше. А если не получилось, сдергивайте, да, этот керамогранит очищаете и ждете лучшего плиточника. Да, так вы потеряете немного денег, но точно поймете, что этот человек бракодел, и он вам не подходит. Был у нас такой электрик. Вообще электрики-то отдельная каста пи***сов на объекте, потому что они, когда делают работу, визуально не видишь, работает система, не работает. Это уже по факту потом, когда все провода прокинуты, выясняется, что там, тут не работает какое-нибудь устройство, и ты начинаешь с этим разгребать. Так вот, такой вот пи***с у нас завелся на объекте, тоже физик, пришел, говорит, я пи***с просто вообще электрик от бога. Ну, на самом деле он пи***с от бога, да. Но вообще, конечно, натворил бед, в итоге за ним потом пришлось все переделывать, когда, ну, начали проводить аудит. А в итоге он просто исчез и ушел дальше по рынку нах**бывать. А мы раскупали эту всю проблему за немалые деньги. Что насчет денег? В идеале, конечно, никому ничего не платить вперед. То есть сделали работу, получили свои деньги. И на какие слезы вообще не реагировать. Безусловно, есть хорошие мастера, которым нужно делать предоплаты, и это нужно делать тогда, когда вы с ними уже работаете не один раз. Главное, кстати, отмазка всех пи***сов, это пускать слезу, говорить, что у него там кредит надо заплатить, и поэтому ему сейчас денежку нужно получить. У него там жена при смерти, не знаю, тесть, теща, вообще все нах**бывают, он один, кормилиз, дайте ему денежку, пожалуйста, а то все помрут. Кстати, этот электрик, который пропал, тоже очень много рассказывал слезливых историй о том, что у него там надо ипотеку закрыть, еще какие-то там у него проблемы. В общем, постоянно стонал, что нужны деньги. Слушай, Паш, вот какие есть схемы развода вообще строителей на этом рынке? Как они вот обманывают клиентов? Слушай, ну, самое банальное, что бывает, люди берут просто аванс наперед и не появляются. Или делают вид, что процесс рабочий идет. Допустим, объявились на объеке, там, несколько дней, да, берут аванс и потом просто пропадают. У тебя часто такие бывают персонажи? Слушай, мы офис ремонтировали, я тебе сейчас скажу. Вот наш, вот этот вот. Когда чек у меня здесь, потолки-то красил. Когда я зашел в офис, он сидел на полу рядом с лесами и потирал руку сильно, левую руку. Я зашел, что случилось? Он говорит, я, говорит, упал, показывает мне сильный ушиб. Надо ехать в травмпункт, 5-10-й, покупать лекарства. Я говорю, ну ладно, гони, там скажешь. Все, мне оттуда звонит, говорит, надо оплатить рентген, уколы и 5-й, 10-й. Я ему скидываю деньги, оказывается, потом узнаю, что он там даже не был. Он просто пошел погулял, отдохнул, вот и все. Была такая история, случилось на нашем объекте. Честно говоря, мы просто оху... Или это по-другому никак не сказать. Просто человек заходит, не стучась, в квартиру с какими-то другими людьми и говорит, что он пришел на свой объект. Смотрите, как мы здесь классно все сделали. И потом уходит. Потом этот человек пришел, сказал, ребята, готов заплатить вам денег, лишь бы вы подтвердили, что это мой объект. Какая схема? Очень простая. Он вешает лапшу на уши потенциальным заказчикам, которым говорит, что вот здесь это его реальный объект. Вот такого качества этот объект делается. Берет с них деньги на закуп материала, каких-то работ. И потом исчезает. В общем, мошенников очень много на этом рынке, поэтому максимально дробите суммы, платите за какие-то разовые работы, так, чтобы реально видеть, что вам сделали за эти деньги. Есть ли вообще смысл доверять просто каким-то там отдельным рабочим либо небольшим бригадам закупку материалов? Нет ли здесь вот какого-то, возможно, каких-то махинаций? Ну, если человек в этом сам разбирается, что покупать хотя бы, да? Ну, хотя бы какую-то долю он понимает. Хоть раз в жизни молотком что-то приколачил, в принципе, там, гвозди, да? Он, наверное, в принципе, понимает, что можно купить. Или по совету этих людей он может, в принципе, покупать сам, если ему это будет не тяжело. Это будет хорошо, если он будет сам этим заниматься. Если он вообще ничего не понимает в этих материалах тоже в закупе, они, конечно, его по большей части могут разводить. Ну, это покупка материалов на рынке, да? Если имею в виду вот это, да? Когда можно там чеки лево предоставлять с завышенными ценами. А подробнее можешь рассказать про вот эти вот схемы? Ну, если закупает, допустим, материал исполнителей работ, к примеру, да? Если они закупают не в магазинах конкретных, допустим, ну, в крупных, да, торговых сетях, где чеки нереально подделать, тогда это хорошо, да? Им можно доверять, да? Они предоставили чек, что они... Купили, допустим, в Леруа, да? Там, в Петровиче что-то там, да? В таких магазинах. А если люди все закупают просто на рынках и там предоставляют, типа, товарные чеки, конечно, там будет завышение количества материалов и завышение цен. Это 100%. Вот в этом случае плохо. Лучше, чтобы люди закупали в торговиках больших-то, да? Им можно доверять. От незапланированного перерасхода нужно всегда заранее, перед тем, как с кем-то договариваться, составить объем работ, которые этот человек будет делать. И чтобы он сам расписал, что он делает. Он делает только... Кладет только плитку, а делает ли он затирку, а делает ли он гидроизоляцию под этой плиткой и так далее. В общем, каждая вот эта вот работа, естественно, стоит денег. Если это не учитывать, то впоследствии вам всегда скажут, так мы об этом не договаривались. Это цена только лишь за укладку плитки, а затирка в эту стоимость не входит. Пойми, жулики народ хитрый. Они сегодня коронуют, а завтра на ножи поставят. Поэтому будьте внимательны, изучайте, что необходимо сделать, чтобы получить нужный вам результат. Если у вас не прораб, а отдельные люди, да на самом деле даже прораба нужно контролировать, поэтому всегда нужно вникать, какие объемы работы будут делаться с этими людьми и какого качества они будут. Смотреть видео, изучать разные тексты, собственно, вникать в вопрос, потому что если вы его не знаете, то, скорее всего, у вас просто... Вот пример от подписчика. Человек максимально вовлечен в процесс. Он сделал временную таблицу, доски в трейла, чтобы контролировать все задачи. Даже сам разобрался, сделал визуализацию. В общем, естественно, с таким подходом человек достигнет максимально нужного ему результата. На стройку идут специфические люди. Смотрящие кто? А тут смотрящих нет. Мы все здесь гости. Большинство из них понимает только язык силы. Поэтому, если вы где-то даете слабину или что-то не знаете, то вас фактически сожрут. Всегда не нужно стесняться говорить что-то, что вам не нравится. Если даже там строитель с этим не согласен, нужно всегда аргументировать, почему это плохо и где бы видели лучше. Вот, кстати, интересный пример, который прислала подписчица Елена. Елене и ее мужу не понравились тыки обоев. Они долго спорили о том, что так не должно было получиться, должно было быть все ровно и хорошо. Но в итоге они заключили пари. Ну и мы договорились, что покупаем новый рулон обоев. Соответственно, мой супруг самостоятельно их клеит. И если он поклеит лучше, чем есть, то, соответственно, работы не идут в зачет, но еще и компенсирует стоимость рулона обоев. Короче, мой супруг клеил день. Реально. Две полоски метровые. В конце дня я уже думаю, господи, ну что с ним такое случилось? Звоню, говорю, ну что, как она? А он такой просто спокойным голосом говорит, переводи деньги строителям, лучше не сделать. Молодцы, что не промолчали, что сделали плохо. Но чтобы таких ситуаций не было, конечно, очень важно на старте со строителями, с малярами, в частности, говорить о том, какой материал нужно клеить. И нормальный маляр всегда скажет, справится он с этими обоями или нет. На строительных объектах всегда есть скрытые работы. И вот это очень важный объем работ, и его всегда нужно контролировать. Если вы контролируете стройку сами, конечно, вы не можете находиться на ней каждую минуту. Вы можете просить делать фотографии, но фактически их просто будет забывать делать. Как минимум договоритесь, чтобы без вашего участника никакие скрытые работы не проводились. И заранее скажите, что если они что-то сделают, когда вас не будет, то вы им просто не заплатите деньги. Как проконтролировать работы неочевидные? Электрика, сантехника. Что ты думаешь по этому поводу? Как вообще это в бытовых условиях возможно сделать? И возможно ли это вообще сделать? Слушай, элементарная вещь, даже когда электрик укладывает провода на потолок, к примеру, если делаем через потолок, у кого-то они, допустим, просто провод без гофра висит на сопле там, да, на проводке, да, и на профилях каких-то, да, зацеплен. А у кого-то в гофре, на клипсах, выдержанные ровные линии, красиво. Когда человек делает красиво, да, протягивает провода, это говорит о том, что он уже принцестарательно работает и делает свою работу правильно. Поворот на 90 градусов, снова на 90, все четкие линии прямые, да, нет такого. Один провод там вправо уходит, другой влево, они пересекаются там, как биссектрисы диагонали там, как попало. Это такой косвенный, да, косвенный признак, насколько хорошая электричество. Это сразу показательно, это сразу показательно, в принципе. Ребятки, смысл моего видео в том, чтобы не тратить деньги на долбов. Заморочитесь, разберитесь во всем, потому что деньги, потерянные на ремонте, потеряны навсегда. Ребятки, надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. На этом все, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok